Сегодня мы имеем удовольствие послушать доклад Сергея Мироновича Асеева «Принцип максимума Панцрягина. Задача к оптимальному управлению с синтетическими ограничениями на концах». Пожалуйста, Сергей Миронович. Значит, множество «Ж» — это множество, в котором будут лежать все допустимые траектории. Есть замкнутые множества «М0» из «Ж», «М» бесконечности из «РН» и заданы функции «Ф», «Ф0» и «Фи». А также многозначное отображение «У» с непустыми значениями. Значит, задача состоит в том, чтобы максимизировать вот такой вот интегральный функционал на бесконечном интервале времени. То есть, как говорят, задача с бесконечным горизонтом для управляемой системы, для управления, которое удовлетворяет вот заданному геометрическому ограничению при каждом «Т», и есть концевые ограничения. «Х0» принадлежит «М0» и нижний предел расстояния от траектории «Х» от «Т» до множества «М» бесконечности должен равняться «0». Ну вот такие задачи очень часто возникают в математической экономике, в частности, в теории роста. Я должен сказать, что всей этой теории положил начало известный английский математик Фрэнк Рамсей, вот его известная статья «Mathematical Theory of Saving» 28-го года, которая, в общем-то, заложила основу современной теории экономического роста. В общем-то, эта задача вызывает большие трудности и полностью не является исследованной даже в случае, когда в ней отсутствует асимптотическое концевое ограничение. Вот это вот последнее ограничение, которое здесь написано. Это связано с тем, что бесконечность вносит сингулярность в задачу, и это приводит к различным патологическим эффектам в соотношениях принципа максимума пантрягина, в частности. Ну, конечно, можно свести бесконечный интервал, скажем, к конечному интервалу, например, 0.1, но в этом случае понятно, что возникнет особенность, которая не поддается, собственно говоря, обработке стандартной теории, в общем-то, там тоже возникают свои проблемы. Но я буду сегодня говорить в основном об асимптотическом ограничении. Вот это вот ограничение является совершенно новым. Смысл его состоит и в том, что найдется последовательность точек теиты, стремящейся к бесконечности, что при этих значениях теитых траектория должна сколь угодно близко подходить к заданному множеству M бесконечности. Ну, вот пару слов я скажу по поводу мотивации. Все это возникло из такого вот понятия, как устойчивое развитие или sustainable development, известного в экономике. Это вот, так сказать, очень такая обсуждаемая тематика. Были эти исследования инициированы, наверное, докладом Римскому клубу 72-го года, пределы роста. Потом была создана комиссия ООН, ну, известная такая Brutland Commission. Это Brutland – это фамилия шведского дипломата, который возглавлял эту комиссию. И они выработали так называемую концепцию устойчивого развития. Ну, вот здесь вверху написано, как они ее сформулировали. Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет интересы нынешнего поколения, причем без ущерба для интересов всех последующих поколений. Ну, такое вот расплывчатое определение, которое в математических моделях нужно, конечно, каким-то образом формализовать. Ну, я не буду сейчас обсуждать различные возможные формализации этой концепции. Я сошлюсь только на статью Симона Валенте. Вот внизу есть эта ссылка 4 на его статью. Оптимальный рост, правильные сбережения и долговременная динамика. Я скажу только, что это вот такое вот условие, которое мы будем рассматривать как асимтотическое ограничение, оно по существу является минимальным необходимым условием для того, чтобы выполнялось свойство устойчивого развития. Но это можно представлять себе следующим образом. У нас имеется некоторое хорошее множество M-бесконечность. И развитие, например, экономики должно происходить таким образом, чтобы мы в сколь угодно большие моменты времени попадали в какую-то близкую окрестность этого множества. Когда, скажем, если это речь идет об использовании какого-то ресурса, то, например, прекратив использовать этот ресурс, можно себе представлять так, что мы можем восстановить этот ресурс до так называемого доиндустриального уровня. Ну, например, это может речь идти о загрязнении окружающей среды или там какие-то ресурсы. В общем-то, я не буду обсуждать эти вопросы. Это очень широко обсуждаемая тематика в экономической литературе. Вот. Я буду главным образом говорить о специфике вот этого асимптотического ограничения. Сергей Роман, попросите, пока вы меняете слайд. Лимсуб, может быть, допускается, что лимсуб положит? Ну, лимсуб, рой – это функция расстояния. Здесь и лимин всегда положительный, и лимсуб всегда положительный. Лимсуб строго положит? Да, конечно. Да, конечно. Сейчас я скажу пару слов об этом ограничении. Значит, это специфика этой задачи. Ну, вообще, асимптотические ограничения в оптимальном управлении, конечно, рассматривались. Я должен сказать, что вот если мы возьмем основополагающую монографию Пантрягин-Балтянский гемкредземищенко «Математической теории оптимальных процессов», то в главе 4 разные задачи, первые задачи, они рассматривают задачу на бесконечном интервале и без всякого обсуждения предполагают, что предел всех допустимых траекторий должна быть заданная точка Х1. Вот такое вот асимптотическое ограничение. Ну, в нашем случае, например, это тоже допускается. Там множество бесконечностей может состоять из одной точки. Просто это более слабое условие. Мы можем от нее отклоняться. Но если предел существует и равен Х1, то, конечно, это более сильное условие. Ну, вот рассматривалась тоже работа с таким же, задача с таким же условием о построении оптимального синтеза для задачи с бесконечным горизонтом. Это вот работа Аграчева и Читара. Вот. Некоторые авторы поступают следующим образом. Они делят координаты фазовой переменной на две части. Вот часть координат, скажем, от И отменяется от 1 до М. Никаких ограничений на поведение этих координат не накладывается. А для оставшейся части предполагается, что существует предел, который, так сказать, задан по остальным координатам. Ну, вот, например, здесь работа Бродского и более, так сказать, поздние работы. Значит, здесь возникает вот какая проблема. Почему вот именно такие ограничения рассматривают? Вообще говоря, для стандартных постановок оптимального управления, в том числе, когда задача оптимального управления рассматривается в рамках общей теории экстремальных задач, то свойственно вот какого типа постановка. У нас задаются какие-то нормированные пространства. x, y, ну, я не совсем, может быть, строго буду говорить. В этом случае заданы скалярные функции f и t, и мы должны максимизировать, ну, или минимизировать функцию f нулевое при заданных ограничениях. Ну, например, динамика системы может быть записана управляемой системой как функция f большое, как равенство f большое от x равняется нулю. А концевые ограничения записываются вот как раз как ограничение типа неравенств f и t от x меньше либо равняется нулю и меняется от единицы до m. Ну, стандартная формулировка такой задачи, например, дана в книге Йоффи Тихомирова «Теория экстремальных задач». Значит, здесь идея состоит в том, что мы должны получить какой-то вариант условия Лагранжа как необходимые условия для этой задачи, ну, а конкретные задачи, их нужно каким-то образом формализовать в виде этих задач и потом расшифровать полученные условия Лагранжа для рассматриваемой конкретной задачи. Так вот, постановка этой задачи, она предполагает, что вот x здесь, вот где он фигурирует в неравенствах, это будет конкретное число, конкретное число, поэтому вот такого рода задачи, они в рамке задачи общей теории экстремальных задач с ограничением, они не укладываются. Можно, конечно, попытаться это сделать, но тогда придется накладывать очень сильные условия, и в том числе условия существования предела у допустимой или оптимальной траектории, по крайней мере, по части координат. Так что здесь есть определенные сложности. Значит, эта задача, она не укладывается в рамки стандартной теории. Ну, давайте вот введем некоторые определения, которые мы здесь будем использовать. В качестве допустимых управлений мы будем использовать измеримые полибегу функции, которые являются селекторами вот этого заданного многозначного отображения у большой АТ. Траектории – это будут абсолютно непрерывные, локально абсолютно непрерывные решения. Нас будут интересовать решения, которые лежат уже на всем бесконечном интервале времени. И вот такие пары, где Х – это соответствующее У решение дифференциального уравнения с подставленным У, определенные на всем бесконечном интервале времени, ну и Х от Т должно принадлежать множеству Ж, мы будем называть процессами. А процесс будем называть допустимым, если выполняются заданные краевые условия. И кроме того, вот эта вот функция F нулевое, интеграл, от которой входит в интегральную часть функционала, который мы максимизируем, должна быть локально интегрируема на всем бесконечном интервале времени. То есть для любого Т большого интеграл от нуля до Т, от F нулевого, должен существовать. И мы будем использовать такое вот определение, специфическое определение оптимальности, достаточно общее. Мы будем называть допустимый процесс слабо обгоняющим, если для любого допустимого процесса выполняется написанное здесь неравенство. Ну, естественное неравенство. Я хочу обратить ваше внимание, что это определение, оно вообще говоря не предполагает, что интеграл сходится. И вообще говоря, применимо и в том случае, когда наш функционал принимает бесконечные значения. Это тоже такая вот особенность этой задачи. Но в ряде задач это бывает действительно важно. Но даже в том случае, когда несобственный интеграл в определении задачи сходится, то можно увидеть, что вот это определение, используемое здесь, оно является более слабым, чем стандартное определение сильной оптимальности. Чем стандартное определение сильной оптимальности. Вот будем использовать такие определения. Ну и предположение здесь относительно вот этих функций F, F нулевое, многозначного отображения, U большое, они будут тоже не совсем стандартные. Значит, мы будем предполагать, что при почти всех T производные функции F и F нулевое существуют. Для всех X и U. Значит, и вот эти функции F, F нулевое, Fx и Fx нулевое, они измеримы по Лебегу-Боррелю. Но измеримость по Лебегу-Боррелю это означает следующее. По времени мы берем меру Лебега на бесконечном интервале времени. По управлению в пространстве РМ мы берем меру Борреля, берем декартовую произведение соответствующих сигма-алгебр, и потом берем сигма-алгебру минимальную, которая, значит, так сказать, вот содержит эту сигма, вот это декартовое произведение. И вот относительно этой сигма-алгебры рассматривается измеримость. Это не совсем стандартное определение вот в традиционной литературе по оптимальному управлению. И это определение, оно удобно тем, что оно вообще говоря не предполагает непрерывности вот этих функций F и F нулевое, их производной по управлению. Для экономических задач это очень важно, потому что для экономических задач очень часто характерна разрывность по управлению. Но это легко увидеть. Например, если вы проводите, если ваше управление это какие-то инвестиции, вы при приобретении единицы оборудования, вы платите одну цену, если вы покупаете партию, цена меняется скачком, а если вы заключаете долгосрочный контракт, то цена также меняется. Поэтому это бывает очень важно. Ну и мы будем предполагать также, что график вот этого многозначного отображения U, которое задает геометрические ограничения на управление, является измеримым множеством, LB измеримым множеством, то есть измеримым относительно вот этой вот сигма-алгебры. Ну вот соответствующее определение можно посмотреть вот недавно и сравнительно недавней книжке Кларка «Функциональный анализ вариационно-очисления и оптимальное управление». Единственное, что хочу сказать, что можно, конечно, рассматривать и при стандартной постановке, но там надо потребовать, конечно, будут некоторые дополнительные предположения. Можно потребовать некоторые дополнительные предположения, опять-таки, типа непрерывности. Хорошо. Значит, вот какие у нас будут выполняться основные предположения. Значит, если мы рассматриваем некоторый процесс, то есть U со звездочкой это не обязательно оптимально, а просто управление, которое является измеримой полибегу функции, удовлетворяющей ограничению, X со звездочкой соответствующая траектория, они определены на бесконечном интервале времени, X со звездочкой лежит FG, то условие вот какое. Существует непрерывная функция гамма и локально интегрируемая функция ν, такие, что для всех X, лежащих из гамма трубки вокруг траектории X со звездочкой, и для почти всех t выполняется вот такая вот оценка, вот такая вот оценка, вот такая вот оценка выполняется, где ν локально интегрируемая функция. Вот, но это на самом деле условие, на самом деле условие, которое позволяет, как легко увидеть, написать сопряженную систему, и условие, которое гарантирует выполнение стандартных теорем о существовании единственности и непрерывной зависимости решения вот такой вот задачи Каши. Так что на самом деле это условие является минимальным, ну, минимальным в некотором смысле условием, при котором можно осуществить метод игольчатых вариаций и доказать принцип максимума Пантрягена, построить соответствующие конуса, доказать там теорему об отделимости и доказать соответствующий вариант принципа максимума Пантрягена. Так что это достаточно общее предположение. Значит, и кроме того, мы будем использовать следующее дополнительное предположение, тоже для, которое формулируется предположение для рассматриваемого процесса x' и u' не обязательно оптимального. Значит, предположение вот какое. Значит, мы будем предполагать, если это условие выполняется, мы будем предполагать, что существует некоторое число бета и уже интегрируемая функция лямбда, что для всех начальных состояний из бета окрестности начального состояния x' от нуля, решение, ну вот написанной здесь задачей каши, существует на всем бесконечном интервале времени, лежит в этом множестве, в открытом множестве g, и кроме того, выполняется вот такая вот оценка роста, уже с интегрируемой функцией лямбда. Ну, можно доказать, что если это условие выполняется, то выполняется и соответствующее, вот написано здесь в лимме 1 неравенство, вот именно с этой функцией лямбда от t для вот такой вот функции. Ну, что такое z' от t, я не сказал, z' это нормированное в нулевой момент фундаментальное решение сопряженной системы, сопряженной системы, ну сопряженной к линеаризованной для f, для f. Вот, это, так сказать, стандартная конструкция, которая используется обычно в доказательствах принципа максимум-панфеги. Вот, и нам потребуется несколько более сильное условие, которое отличается от а2', которое отличается от условия а2 тем, что мы рассматриваем здесь отклонение не только от x' от нуля, а мы рассматриваем вот в этой бета-окрестности начального состояния x' от нуля произвольные z' и t и равняется 1,2, и для соответствующей решения вот этой вот задачи каши с заданным управлением u' от t, вот эта задача решается с одним и тем же управлением u' от t, то должно выполняться такое вот условие. Это условие, ну, естественно, более сильное, отличается от предыдущего тем, что здесь мы рассматриваем, вот у нас здесь разность между начальными состояниями, произвольными из бета-окрестности точки x' от нуля. Ну, а в предыдущем случае у нас x' от нуля было зафиксировано, и мы только мерили расстояние до этой точки. Вот, вот такое будем использовать тоже несколько более сильное условие. Так, кроме того, значит, я должен сказать следующую вещь, что вот точно так же, как, значит, из-за условия вот этого вот А2', значит, следует, что вот такое множество омега, которое здесь написано, значит, что это такое. Мы берем начальные состояния, которые отстоят от x' от нуля на величину меньше, чем бета. Бета – это как раз вот то самое бета из условия А2', и берем точки τау-кси, тау-кси – это тау-момент времени произвольный и соответствующий конец траектории. Вот это множество является открытым множеством. Вот, вот, это множество является открытым. Значит, и лемма здесь, аналогичная предыдущей леммы, она состоит в том, что для всех начальных состояний кси из бета-окрестности точки x' от нуля, когда мы решаем соответствующую задачу Каши с фиксированным u' вот эта задача Каши здесь написана, и начальным состоянием кси из бета-окрестности точки x' от нуля, то мы имеем точно такую же оценку. Но на этот раз оценка равномерная, и она выполняется с той же самой функцией лямбда от t. С той же самой функцией лямбда от t. Вот такой тоже потребуется дополнительный результат. Ну, и последнее предположение, оно будет связано с устойчивостью допустимого процесса. Вот если у нас есть некоторый допустимый процесс, допустимый процесс, я напоминаю, что допустимый процесс должен удовлетворять, должен удовлетворять асимптотическому концовому, начальному и асимптотическому концовому ограничению. А у – это некоторое управление, и тау – произвольный момент времени. Тогда мы можем определить составное управление, ну, как управление такое. Мы на отрезке от нуля до тау мы берем u от t заданное, а потом продолжаем его на всем оставшемся бесконечном интервале времени управлением u со звездочкой от t. Так вот, значит, условие состоит в том, что существует такое ε больше нуля, что если для допустимого процесса в момент тау мы попали в ε окрестность множества m бесконечность, то существует малая окрестность точки x со звездочкой от t, что для любой траектории x, которая попадает в эту дельта окрестность, и причем оценка ее расстояния до множества m бесконечность не хуже, чем для x со звездочкой от тау, то пара x со звездочкой от тау, u со звездочкой от тау, то есть мы просто x от t на самом деле продолжаем с помощью управления u со звездочкой от t на бесконечный интервале времени, оказывается допустимым процессом, то есть для x со звездочкой от тау будет выполняться асимптотическое концевое ограничение. Вот такое вот условие, которое характеризует устойчивость, устойчивость свойства допустимости процесса x со звездочкой, u со звездочкой. Вот. Ну и я вот уже говорил о том, что стандартные подходы к исследованию такой задачи, они в общем-то не являются совсем удовлетворительными, то здесь используется подход, который основан на идеях, которые возникли при рассмотрении различных экономических задач, в частности на использовании так называемой функции условной стоимости. Поэтому я вот несколько слов скажу об интерпретации функции условной стоимости, что это такое, чтобы была понятна идея, которая лежит в основе используемого здесь метода доказательства. Ну, прежде всего я хочу сказать, что стоимость, ну вот если рассматривать экономическую интерпретацию, то фазовый вектор x – это вектор капитала, его компоненты – это различные виды капитала. Если у нас есть каким-то образом определена стоимость этого вектора капитала, то цена – это превращение стоимости при увеличении величины капитала на единицу. То есть P от tau от z – это V от tau от z плюс один минус V от tau от z, если у нас есть просто один какой-то вид капитала. Но в непрерывном случае, и когда размерность у нас больше, понятно, что это означает, что цена – это просто-напросто частная производная функции стоимости, по фазовому вектору, ну, конечно, при условии, что такая производность существует. Это стандартное определение цены в экономике. Значит, цена, она связана со стоимостью вот таким вот образом. Причем здесь критически важно, что функция стоимости является функцией гладкой, потому что если она в непрерывном случае не является гладкой, то непонятно, что же такое будет цена. Вот. И это все связано со стандартной интерпретацией, экономической интерпретацией принципа максимума, которая была дана, по-моему, в 1969 году американским экономистом Робертом Дорфманом. Значит, она была, эта интерпретация, она основана на использовании метода динамического программирования. Значит, стоимость определяется как функция оптимального значения для рассматриваемой задачи. Значит, она зависит от начального состояния Z, значит, начального момента времени tau. Значит, мы рассматриваем вот такую вот задачу. Вот у нас есть начальный момент, начальные условия есть. И функция стоимости определяется как функция цены. Это, естественно, определение для стоимости вектора Z в момент времени tau. Ну, и Дорфман, собственно говоря, это несложный результат. Он легко доказывается. Доказал, что если эта функция дважды непрерывно дифференцируема, а X со звездочкой, U со звездочкой – это оптимальная пара. Здесь, конечно, предполагается, что функционал вот этот вот принимает конечное значение, то есть, так сказать, в стандартное определение сильной оптимальности используется. То принцип максимума Пантрягина выполняется в нормальной форме, причем с сопряженной переменной psi, которая является как раз ценой. Это вот стандартная интерпретация принципа максимума в экономике. Почему сопряженные переменные называют ценами? Экономисты их еще называют теневыми ценами. Но все было бы хорошо, если бы функция оптимального значения действительно была бы гладкой. Но никаких результатов, ну, более-менее приемлемых, которые бы нам гарантировали гладкость функции оптимального значения, мы не знаем. Есть результаты, которые гарантируют локальную липшицевость, но это в данном случае мало помогает. Тем не менее, всегда называют сопряженную переменную, которая фигурирует в соотношении принципа максимума, основываясь на вот этом вот достаточно частном специальном результате, называют ценой, ну и вот так вот действует. Значит, мы поступим немного по-другому. Мы определим функцию стоимости другим образом, используя функцию межвременной полезности. Значит, что это такое функция межвременной полезности? Вот я попытаюсь сейчас это объяснить. Пусть у нас задан момент времени Тау, значит, задан момент времени С, и задана точка Тау кси из нашего множества омега. Это открытое множество, в котором лежит траектория Х со звездочкой. Значит, мы определим функцию межвременной полезности как полезность, значит, межвременная, потому что она между временами Тау и С, как полезность, которая, поток полезности, который возникает в момент времени С, когда мы решим задачу Каши с управлением У со звездочкой, исходя из начального условия кси. То есть мы берем начальное условие, кси произвольное вот из этой окрестности, решаем задачу Каши, управляемую систему с подставленной туда функцией У со звездочкой, и получаем новый поток полезности уже в момент времени С. Это вот такая вот межвременная полезность при фиксированном управлении. При фиксированном управлении. Ну и функцию условной стоимости, условной, потому что при условии, что управление фиксировано, мы определим вот таким вот несобственным интегралом, таким вот собственным интегралом, ну, конечно, при условии, что этот интеграл сходится. Значит, здесь подставляется функция условной полезности. Но вот оказывается, что в отличие от функции оптимального значения, вот эта функция, она обладает гораздо более приемлемыми условиями гладкости. И, справедлив следующий результат, если у нас для управления, для процесса Х со звездочкой, У со звездочкой, выполняется условие А2 штрих, значение функционала конечно, и для любого другого процесса из бета окрестности состояния Х со звездочкой от нуля выполняется А1, то для любого ТАУ вот эта вот функция непрерывно дифференцируема. И мы просто продифференцировав вот этот вот несобственный интеграл по параметру, получаем вот такое вот равенство для производной. Для производной. Значит, если у нас есть полезность, то цена определяется как производная полезности. Поэтому мы можем определить функцию, соответствующую функцию цены. Вот, хорошо. Ну и теперь я расскажу все-таки про основной результат, который получается при использовании этой функции межвременной полезности. Значит, мы рассматриваем слабо обгоняющий процесс, для которого значение функционала конечно, выполняется условие А2' и А3, и для любого процесса из бета, стартующего из бета окрестности точки Х0, выполняется условие А1. Выбирается последовательность ТК, исходящая к бесконечности, для которой у нас, но вот в силу асимптотического концевого ограничения, выполняется вот нужное условие. И мы строим вот такое вот множество. Берем точки, которые отклоняются от множества м бесконечности, не хуже, чем наша траектория, и которые лежат в этом вот, в дельта окрестности, в малой дельта окрестности, которая возникает вот в условии А3. И рассматриваем семейство задач или последовательность задач на конечных интервалах времени уже, где у нас в терминальном члене появляется функция ВКТХ от ТКТ, где ВКТ, дубль ВКТ. Это как раз вот эта вот функция условной стоимости. И в нашем случае, вот в силу выполнения условия А2 штрих, эта функция будет непрерывно дифференцируемой. Будет непрерывно дифференцируемой. Поэтому мы можем использовать более-менее стандартные результаты, ну, в том числе и стандартные результаты о необходимых условиях оптимальности. Ну, например, соответствующие варианты принципа максимума Пантрягина. Вот. Ну, и основной результат, который здесь получается, вот я его сформулирую, он вот какой. Если у нас имеется слабо обгоняющий процесс, значение функционала конечное, ну, и выполняются вот эти вот предыдущие условия А2 штрих и А3, и для любого дзета из бета-окрестности точки Х со звездочкой от нуля у нас выполняется условие А1, то существует ненулевая пара псинулевое кси, такая, что функция, которая задается явным образом, вот такая вот функция пси от Т, пси от Т, удовлетворяет основным соотношением принципа максимума Пантрягина. То есть она является решением сопряженной системы. Ну, здесь А широкописная, это стандартная функция Гамильтона-Пантрягина или псевдогамильтониан, как ее еще иногда называют. Я ее здесь не стал выписывать, чтобы не загромождать формулировку. И, значит, выполняется условие максимума для этой функции. Кроме того, выполняются условия типа условий трансверсальности. В левом конце, ну, в левом конце это просто стандартное условие трансверсальности, и выполняется условие на вот этот вот вектор кси, который здесь фигурирует. Значит, этот вектор кси, он является, он принадлежит множеству, верхнему пределу, верхнему пределу вот такого вот многозначного отображения. Значит, здесь Т стремится к бесконечности, причем берутся такие Т, что ρ от Х со звездочкой от Т до М бесконечность стремится к нулю. А вот это вот многозначное отображение, ну, это некоторый конус, который строится при помощи функции расстояния от Х со звездочкой от Т до М бесконечность, плюс шар радиуса расстояния от Х со звездочкой Т множество М бесконечность, ну, до этого множества. Вот такое вот многозначное отображение. Значит, доказательство этого результата, в общем-то, получается не очень сложным. Здесь ключевую роль играют свойства дифференцируемости функции условной стоимости, а также то, что мы можем написать, выписать производную функции условной стоимости в явном виде. Ну, значит, выписывается принцип максимум Пантрягина, выписывается принцип максимум Пантрягина, но здесь некоторый вариант, я не буду очень глубоко вникать в обсуждение. Можно считать, что это стандартные такие вот объекты. Здесь вот на самом деле написан субдифференциал, это предельный субдифференциал вот этой вот функции. Значит, ну, он будет у нас просто на самом деле равен соответствующей производной. А функция φ у нас локально липшится, поэтому это тоже предельный субдифференциал этой функции. Но если это функция выпукла, например, то это можно считать, что это обычный субдифференциал в смысле выпуклого анализа. Вот. Значит, поскольку у нас выполняются вот эти вот все условия, то мы можем посчитать вот эту вот функцию, вот это вот множество n с домиком, это конус предельных нормалей к множеству mката в точке x со звездочкой от tката, он вычисляется через предельный субдифференциал для функции расстояния. И мы получаем вот соответствующее выражение для сопряженной переменной, просто используя то, что это решение вот этой вот линейной системы. Линейной системы. На отрезке от t до 0 до tката мы можем записать такое вот равенство. Значит, ну, дальше мы рассматриваем два случая. Два случая. И, так сказать, обсуждаете два случая. Здесь несложно прийти к выводу, что действительно в пределе получается нужное утверждение. Но эти случаи отличаются тем, что вот в первом случае у нас получается вот какая вещь. У нас функция psi kt от t, она формулируется в чистом виде, в виде производной функции условной стоимости. То есть это является функцией цены. Ну, а вот если выполняется условие b, то эта функция выполняется, так сказать, то здесь выполняется несколько другое условие. И здесь основная задача состоит в том, чтобы доказать существование вот этого вот предела. Вот этого предела. Это вот и будет вектор кси, который нам будет нужен. Ну, вот переходя к пределу, мы получаем соответствующий результат. Из этого результата можно извлечь следствие очень простое. В случае, когда у нас отсутствует какое-либо концевое ограничение на асимтотическое концевое ограничение. Значит, в этом случае множество m бесконечности совпадает со всем пространством РН. И в этом случае легко видеть, что у нас обнуляется соответствующий вектор кси. Вектор кси просто потому, что у нас нет ограничения. Нет ограничения на поведение траектории х со звездочкой. И поэтому принцип максимума и теорема 2 будет выполняться в нормальной форме. А функция psi от t будет в чистом виде функции цены. Но цены не в смысле стандартном, а в смысле как условной цены. Цены как производной функции условной стоимости. Значит, вот эта функция, оказывается, она будет удовлетворять основным соотношением принципа максимум. Причем, поскольку у нас будет кси равняться нулю уже с множителем psi нулевое равным единице. Ну и будет выполняться соответствующие условия трансверсальности. Условие трансверсальности в правом конце в этом случае пропадет. Кроме того, поскольку у нас есть явная формула для функции условной цены, то в этом случае мы можем доказать, что из этих вот предыдущих результатов вытекает также и выполнение условия, которое аналогично условию Гамильтона и Коби Беллмана. Но оно только здесь выполняется вдоль траектории х со звездочкой от t. Это вот условие, оно следует из представления для функции W, из явного вида производной, а также из того, что мы уже доказали, что для вот этой вот производной выполняется принцип максимума с пси нулевым равным единице. Так что здесь получается такая вот полная система соотношений принципа максимума, причем она сформулирована полностью в экономических терминах. Полностью в экономических терминах. Здесь очень легко дать интерпретацию. Ну, например, вот третье условие, оно показывает, как у нас теряется условная стоимость, на что она тратится. Она тратится на поток полезности, на текущий поток полезности. Вот он у нас. Ну, и также на получающуюся у нас, значит, при уравном у со звездочкой от t у нас это вот будет здесь условие максимум выполняться, здесь равенство. Так что на изменение условной стоимости самого вектора капитала. Так что здесь очень, ну, можно и остальным соотношениям здесь очень легко дать. Здесь имеется прозрачная экономическая интерпретация. Значит, получается вот такой результат. Единственное, что я бы хотел сказать, что вот используемые здесь условия, их, по-видимому, можно ослабить. Дело в том, что мы аналогичный результат получали для задач без асимптотических ограничений совместно с австрийским математиком Владимиром Вильевым. Вот. И при этом мы использовали не условие А2 штрих, а более слабое условие А2. Вот. По-видимому, этот результат, я думаю, можно ослабить. И вот эту теорему предыдущую до условия А2. Но вот как быть дальше, я не знаю. Я вот в заключении хотел бы привести пример. Хотел бы привести пример задачи, который показывает существенность условия роста А2. Вот такая вот простая задача оптимального управления, одномерная. Значит, вот у нас требуется максимизировать вот такой функционал. Ну, конечно, задача никакого физического или экономического смысла не имеет. Это чисто модельный пример. Значит, множество же – это вся числовая ось. Начальное условие – ноль. Значит, тут у нас есть управляемая система. Управление меняется из отрезка 0,1. А функция φ, значит, ну, она введена в эту задачу немного, так сказать, искусственно для того, чтобы интеграл сходился. То есть, это φ – это гладкая функция. Ну, можно считать, что это класса С бесконечности. Которая тождественно равна единице в единичной окрестности нуля и тождественно равна нулю, если х по модулю больше двух. Ну, а между вот этой единичкой и двойкой она как-то гладко соединяется, неважно как. Вот в этой задаче можно показать, это, ну, примерно полторы странички вычислений, что единственной оптимальной парой в этой задаче является процесс такой, что х со звездочкой от Т, тождественно равняется нулю, ну, и, соответственно, оптимальное управление у со звездочкой от Т должно почти всюду равняться тоже нулю. В этом случае значение функционала равно нулю. А если мы, значит, управление, так сказать, сделаем положительным на множестве положительные меры, то у нас сразу же получится отрицательное значение, получится отрицательное значение функционала. Так что это единственная оптимальная пара. Ну вот здесь у нас условие А2 на самом деле нарушается, нарушается. Это можно показать, это не совсем очевидно, но это можно показать. То есть будет выполняться соответствующая оценка из условия А2, но с неинтегрируемой функцией лямбда, причем можно показать, что она там по существу, неинтегрируемая функция лямбда, которая дает оценку роста, нужную оценку роста. Тем не менее, здесь все нужные интегралы сходятся, но это легко видеть, потому что у нас х лежит в интервале, по модулю х у нас должно быть меньше либо равняется А2, значит, значение функционала, конечно, значит, мы можем написать в том числе и соответствующую сопряженную переменную, вот эту вот функцию psi от t, это соответствующую цену условную, цену условную. Вот, и поскольку у нас х и у равны нулю, то psi от t в этом случае тоже будет тождесять на равно нулю. Тоже будет тождесять на равно нулю. Вот. Но принцип максимума с нулевой функцией psi от t здесь не выполняется. Не выполняется. Принцип максимума здесь выполняется с другой парой сопряженной переменной. То есть принцип максимума здесь выполняется, на самом деле, в нормальной форме с psi нулевым равным единице и с psi от t равной минус e в степени минус t. Значит, этот пример показывает, что вот, ну, несмотря на естественность такого понятия, как функция условной стоимости и естественной интерпретации принципа максимума, ну, при достаточно общих предположениях, как мы видели, где можно доказать принцип максимума сопряженной переменной равной производной функции условной стоимости, то есть соответствующей условной ценой. Тем не менее, на самом деле, оптимальные нам траекториям могут соответствовать другие сопряженные переменные в силу принципа максимума понтряги. То есть принцип максимума остается верен, но с другой сопряженной переменной. То есть, так что здесь, на самом деле, в общем, есть некоторые проблемы с ослаблением вот этих вот условий А2, ну, и условия А2-штрих тоже. Так, ну и где это было опубликовано, сейчас я покажу еще последний слайд. Вот я занимался этими вопросами достаточно давно, вот здесь вот есть целый ряд публикаций, но вот принцип максимума, который мы получили с Вильевым, это публикация вот здесь за номером 13, ну, а вот этот результат, который я рассказал сегодня, это вот последние две публикации 14 и 15, где в 14-м дано подробные доказательства, а в работе 11 здесь как раз обсуждается, здесь основная цель этой работы – это получить экономическую интерпретацию принципа максимума при условии, когда функция оптимального управления, оптимального значения не обязательно гладкая, не обязательно гладкая. Значит, ну, здесь вот я вообще считаю, что вопросы интерпретации таких вот базовых результатов, они очень важны всегда, потому что надо понимать, с чем мы имеем дело. Например, в квантовой механике вот вопрос интерпретации волновой функции, да, он все-таки занимает такое, я так понимаю, до сих пор важное значение. Но вот в теории оптимального управления обычно сопряженные переменные интерпретируют как импульсы, но это возникло из механики, потому что если мы рассмотрим задачу минимизации разности кинетической и потенциальной энергии, вот стандартной задачи, то если мы перейдем к каноническим переменам, то окажется, что сопряженные переменные – это будут импульсы. Ну, те говорят, что это импульсы. В экономических задачах сопряженные переменные интерпретируются без какого-либо обсуждения, обычно как цены, при этом ссылаются на результат Дорфмана в случае, когда функция стоимости является гладкой функцией. Но результатов, которые бы гарантировали нам гладкость, у нас хороших нет. Более того, есть примеры, когда она негладкая. Ну, а принцип максимума, тем не менее, выполняется, говорят, что это все равно цена. Это важно вот еще почему. Потому что цены – это такие вот объекты, если вот, может быть, импульсы мы непосредственно не наблюдаем, то цены мы непосредственно наблюдаем на рынке, на соответствующем. И они являются определенными, и вот эти вот на самом деле невидимые цены или теневые цены, они являются определенными ориентирами, по которым можно судить, насколько реализуемый на практике процесс отличается от оптимального или какого-то равновесного. процесса. Поэтому вот в экономических задачах вопрос этот интерпретации, он имеет, я так полагаю, достаточно важное значение, чтобы понимать и применять полученные результаты. все, спасибо за внимание. Далее все закончено. Спасибо, Господин Георгиевна Церковь. А у вас какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Возьмите микрофон. Спасибо за этот доклад. У меня такой вопрос насчет функции цены, как она формально вводится, и возможно ли обобщение на дискретный случай, ну, я имею в виду дискретных моментов времени. Ну, формально, ну, может быть, я еще раз покажу вот этот соответствующий слайд, как она вводится. Значит, стандартное определение функции цены – это как функция оптимального значения. Решается задача, подставляется решение в задачу, то есть ищется максимум, то есть по x, u – это все допустимые процессы, вот функции этого максимума, то есть оптимальное значение – это стандартное определение функции цены, как она используется в оптимальном управлении. Вот. То, что здесь предлагается делать, это, значит, другая вещь. Значит, мы по-другому определяем стоимость. Значит, мы фиксируем управление, фиксируем два момента времени. Начальный момент времени – Тау и момент времени – С. В момент Тау вокруг начального состояния мы решаем задачу Каши с заданным управлением. Поэтому это функция условной стоимости. Получается у нас условная полезность. В момент времени – С, которая прогенерирована вектором капитала Кси в момент времени Тау. Вот, мы на отрезке получили. Значит, так вот получается такая вот межвременная полезность. Если есть полезность, то стоимость определяется как вся агрегированная полезность. Вся агрегированная полезность. То есть это будет интеграл от соответствующей полезности, от соответствующей условной полезности. Такая вот условная стоимость. Значит, и эта функция, поскольку она проще определяется, значит, мы здесь не горим желанием дифференцировать недифференцируемую функцию. Мы, наоборот, пытаемся найти объект, который бы в данной ситуации, конечно, при каких-то предположениях бы, но с которым было бы понятно, как работать и который имел бы смысл. Единственное, что я хотел бы здесь добавить, что на самом деле функция условной полезности с экономической точки зрения, она более правильная, чем такая вот полезность, как стандартно определяется. Почему? Ну, например, известно, что когда вы продаете капитал какой-то, ну, например, какой-нибудь завод, то обычно покупатель предлагает план развития, план развития, да, и цена определяется соответствующим образом. Или земля продается, это может быть земля сельскохозяйственного назначения. И вопрос о дальнейшей эксплуатации, он должен решаться в соответствии с этим планом, потому что если вы приобрели землю и используете ее не по назначению, например, там построили что-то совсем другое, так сказать, может быть, вы действительно получили вот ту функцию, которая дает максимум вам. Но это немного другое получается. А в экономике на самом деле, вот если говорить об основных производственных фондах, то, как правило, инвестор, он предлагает план какой-то. То есть именно так должна определяться функция полезности, как условная полезность. Теперь по поводу дискретного случая. Да, в дискретном случае все, в общем, более-менее аналогично, и тоже можно получить дискретный вариант принципа максимума для задачи. Но вот с асимптотическими ограничениями мы это не делали. У нас с Вильевым и болгарским математиком Крастановым, Михаилом Крастановым, есть совместная работа, где мы доказали принцип максимума в дискретном случае, для дискретных процессов. Вот, тоже на бесконечном интервале времени, там тоже определяется аналогично функция условной стоимости, и получается аналогичный вариант, тоже полный вариант принципа максимума. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что во многих ситуациях вот этот результат, он оказывается существенно более адекватным. Ну, например, вот то, что в принципе максимума стандартном нарушаются условия трансверсальности на бесконечности, и эти задачи могут быть анормальными, причем в случае, когда ограничения какие-либо на правый конец отсутствуют. Это хорошо известно. И во всех практически учебниках по экономике приводится соответствующий пример. На это обратили внимание еще, наверное, в конце 60-х годов. Это обычно ссылается на статью Хуберта Халкина, американского математика, который соответствующий пример очень простой построил. Вот. И этот пример, он приводится обычно в учебниках по макроэкономике, что надо, ну, смысл такой, что нужно проявлять определенную осторожность при применении принципа максимума Пантрягина. Вот. Оказывается, что вот стандартный вариант принципа максимума не работает, а наш вариант принципа максимума работает, и он выдает в этой задаче все оптимальные процессы, которые там возникают. То есть это полное решение задачи. Это причем проверяется, и, так сказать, несложно это у нас все написано. Так что это, я думаю, такое, ну, достаточно полезное, ну, мне так кажется, такое вот свойство. Самое главное то, что с этим легче работать. Не нужно дифференцировать недифференцированные функции. А правильно понимаешь, что план – это и есть управление, да? План – это и есть управление. Обычно фазовые траектории – это различные виды капитала, ну, это многомерный вектор, различные виды капитала. А управление, ну, это в течение времени мы осуществляем какие-то инвестиции, то есть задаем управление как функцию времени. Спасибо. Пожалуйста, есть еще вопросы? У меня такой вопрос. Значит, однажды я столкнулся с одной задачей, ну, из области теории горения, да? Вот, и она привела к следующему. Вот автор решения исследовал устойчивость, значит, и сделал такой вывод. Вот это было в советское время плановое хозяйство. Так, пять лет неплавное. Так вот, значит, приходилось корректировать его, и поэтому весь народ, все ругали когда-то. Весь этот процесс коррекции, поэтому, говорит, все это плохо-плохо. Вот. Но оказывается, так сказать, по аналогии, вот эта коррекция, она просто необходима, иначе там все рухает, так сказать. Вот. И здесь у меня такой вопрос, скажите, вот, так сказать, как вот сейчас не гоматурим всякие теоремы по поводу спасения, там, экономики и прочее. Вот что здесь, какие выводы можно сделать? Ну, практически. Слушайте, можно объяснить вообще исполнителям что-то? Ну, можно объяснить. Ну, это надо рассматривать, конечно, конкретные модели, потому что моделей здесь существует большое количество. Ну, я бы, может быть, ну, вот, поскольку здесь речь идет, собственно говоря, о специальном асимптотическом ограничении, вот, которое возникает именно в связи с этой концепцией устойчивого развития, которые тоже все все время говорят про устойчивое развитие. Если пытаться как-то формализовать и работать с ним, то мы приходим под какого рода ограничением, то есть совершенно нестандартным ограничением, с которыми нужно что-то делать. Ну, я в связи могу так сказать, что вот у меня, я некоторое время назад работал в Международном институте прикладного системного анализа около Вены, вот, и там у меня был студент из Пакистана, значит, он, значит, предошел с такой вот задачей об оптимальном, таком вот устойчивом использовании водного ресурса. Ну, понятно, что для многих стран это очень важный, это возобновляемый ресурс. У нас с ним есть работа на эту тему, значит, где мы применяем вот эту вот теорию к задаче об оптимальной эксплуатации некоторого возобновляемого ресурса, да, это возобновляемый ресурс. Вот, и там интересно что, во-первых, в решении этой задачи. Там интересно вот какая вещь. Там можно, он укладывается этот пример в эту теорию, хотя задача там нелинейная, но неважно. Значит, при обосновании оптимальности, там есть разные параметры, и для некоторых значений параметров, для обоснования оптимальности приходится использовать теорему существования оптимального режима. Потому что оказывается, что при каких-то значениях, при каких-то условиях оптимальные решения имеют взрывной характер, то есть они уходят в бесконечность на конечном интервале времени. Я вот таких эффектов не видел в каких-то примерах для задач оптимального управления. А там это возникает совершенно естественно, потому что там возникают два режима, удовлетворяющие формально принципы максимума, и один нужно отсечь за счет того, что он не является допустимым. Что он уходит в бесконечность на конечном интервале времени. У нас все решения должны быть определены на бесконечном интервале времени. Это один вывод из этой модели. А второй вывод нам появляет, там интересный, он вот просто, когда мы отсекли все ненужные решения, то там возникает простой критерий того, что такое устойчивая эксплуатация вот этого возобновляемого ресурса. Она будет устойчивой в том и только в том случае, когда там задача с дисконтированием, когда параметр дисконтирования ро, он строго меньше, чем параметр, который характеризует возобновление вот этого ресурса, скорость возобновления ресурса. То есть там получается совершенно такой вот критерий. Потому что если он нарушается, тоже есть оптимальное решение. Но оно не будет устойчивым, ну в экономическом смысле слово устойчивым, потому что ресурс там будет полностью исчерпываться. Вот, а там возникает, а если же выполняется. Так что на самом деле эти решения, они, конечно, вот здесь, как правило, решают малоразмерные задачи. Потому что решить многоразмерную задачу очень сложно. Вообще исследовать динамическую систему даже на плоскости уже сложно, нелинейную. Вот, а здесь возникает гамильтоновая система принципа максимума. Если х одномерна, гамильтоновая система будет двумерна. Значит, вот как-то мы работаем, если мы свели задачу к одномерной, то, как правило, удается получить аналитическое решение, которое дает качественные характеристики. Вот эта теория, она позволяет в некоторых случаях дать качественные характеристики вот этих вот оптимальных процессов того, что может происходить. И вообще, как вести. Ну, здесь, в том случае, там вполне конкретная рекомендация. Надо либо вот этот параметр дисконтирования, то есть временное предпочтение уменьшать. Ну, это, например, уменьшение инфляции, там, ну, сделать интервалы планирования более длительными. Вот. Ну, либо скорость возобновления ресурса увеличивать. То есть надо добиваться вот этого соотношения, нужно, например, лесопосадки делать там или еще что-то такое делать. То есть есть определенное соотношение между параметром, которое можно наблюдать и померить на практике и сказать, что приведет это к устойчивому, так сказать, эксплуатации ресурса, или же это будет неустойчиво. Ну, вот в экономическом смысле, потому что устойчивость здесь понимается по-другому. Состоянный был девелопмент, это скорее поддерживающее развитие. Правильный перевод, наверное, был бы. А устойчивость, это имеет для нас другой смысл. Спасибо. Сергей Георгиевич, приходится отвечать за всю экономику и локальную и глобальную. Тяжелую трюльку, конечно. Вот такой вопрос. Обычно, я так понял, даются даже какие-то предположения и показывают, что существует траектория и управление, которые обеспечиваются. Но результаты могут быть интересны и отрицательного характера, что из-за каких-то данных не существует траектория управления. Когда человек приходит, скажем, в министерство, говорит, у меня такой же план, но вот такой теоретикой вы не обеспечиваете. Да, да. Такие результаты существуют. Да, есть, конечно, есть, конечно. Здесь вопрос существования очень важен. Вот если мы, скажем, я вот, может быть, вернусь к первому слайду, где вот этот вот нарисован несобственный интеграл, да, который характеризует качество процесса. Здесь написано максимум. То есть, ну, вроде бы как максимум, то есть несобственный интеграл должен сходиться. На самом деле, вот эти задачи, они применимы, то есть эта теория применима в некоторых случаях, и когда интеграл расходится, когда расходится для несобственных интегралов. Вот, и там проблема существования вот этих вот, здесь оптимальность в этом случае понимается как слабо обгоняющая оптимальность. Вот, то есть процесс интеграл, функционал может принимать и бесконечные значения. Важно, чтобы для любой другой допустимой траектории выполнялось на любом конечном интервале времени вот такое вот нужное неравенство. Здесь с теоремами существования очень плохо дело обстоит, но есть достаточные условия оптимальности. Иногда удается действовать таким образом, что мы применяем необходимые условия, получаем одного, например, единственного кандидата, а потом, исходя из каких-то, может быть, достаточных условий оптимальности или прямого сравнения, доказываем, что это действительно оптимальная траектория. Вот, это вот один момент. А второй момент, есть действительно модели, в которых интеграл сходится, вроде бы и все хорошо, но оптимальный план или оптимальный процесс не существует. Ну вот я такой пример могу привести. Вот у нас была совместная работа с Константином Олеговичем Бесовым и тоже с австрийским экономистом, таким Сергеем Каневским. Значит, он работает в Институте экономических исследований в Вене. Мы там анализировали такую известную модель Досгуб, Техилла, Солоу об оптимальной эксплуатации невозобновляемого ресурса. Значит, у них, значит, у них, ну это модель известная, она изучалась, но в основном при определенных предположениях. Мы делали это, исследование проводили с помощью этой теории в достаточно общем случае. Это в Трудахмяна публикована, по-моему, эта работа у нас. Вот, это можно посмотреть. И там возник вот какой интересный момент. Значит, там, когда анализируется всевозможные соотношения между параметрами, то оказывается, что в случае, когда начальный запас капитала мал, не нулевой, но мал, но мал, то оптимального управления не существует. Оптимального управления не существует. А, ну, эта задача тогда выходит, тогда за рамки поставленные. И оптимальный процесс, так вот интуитивно, там должен быть такой, что сначала надо обеспечить, вот скачком обеспечить какой-то рост до определенного порога, до определенного порога, а потом уже, так сказать, уже будет существование, и можно, так что, вот, и возникают такие задачи, и эффекты такие возникают. Да, вот начальник, вот период начального накопления, он особый, он особый. Вот, и вот в этой модели там прямо видно, что если начальный запас капитала очень маленький, очень маленький, то вот этого, просто не существует оптимального управления. Отлично. Вот тогда еще можно, если такой вопрос, можно общего характера. Можно ли указать в истории человечества такой период, когда действительно было устойчивое развитие, если это золотой век экономики? Ну, вы знаете, я бы, я не знаю, я, честно говоря, не могу сказать, что я об этом задумывался, потому что устойчивое развитие, ну, это выполнение некоторых ограничений. Если мы не будем, ну, наверное, когда мы не использовали технологии, вот все эти проблемы же, они возникли, когда возник технологический рост, вся эта проблематика вот возникла, я вот упоминал доклад Римскому клубу, это 60-е, 70-е годы прошлого века, когда загрязнение атмосферы, выброс парниковых газов стал заметен, заметен, и тогда вот возникла такая проблема. Ну, видимо, оно может быть устойчиво, если ничего, не развивать технологии, и, наверное, будет устойчивое развитие, но оно не оптимально. Вот тут возникает проблема между оптимальностью и устойчивостью. Такое, ну, как противоречие. Может быть, так вот, если считать, что... Тут вопрос такой, что понимать под устойчивостью? Если под устойчивостью понимать сохранение определенного качества окружающей среды, то, наверное, вот то индустриальный век, он в этом смысле, может быть, его и можно считать устойчивым. Вот. Но это понятно. Спасибо большое. Так, пожалуйста, еще какие вопросы, высказывания? Есть, да? Да, я коротко спрошу. Скажите, пожалуйста, вот я привык, что принцип максимум контроля является достаточным, если задача выпуклая. А вот здесь что-нибудь такое можно сказать? Ну, да, условия выпуклости, нужны выпуклости. Нужно, чтобы вот это, нужно, чтобы, ну, вот на основе принципа максимума, то, что обычно используется, и в экономике используется, достаточно условий оптимальности, они формулируются так, что принцип максимум выполняется в нормальной форме, и функция максимума, гамильтониан, да, она является, ну, здесь задача на максимум, поэтому вогнутой функции, вогнутой функции по фазовой переменной на вот этом вот выпуклом множестве g. Если это так, то, это несложный результат, там, то вот эта траектория, удовлетворяющая принцип максимума, там, с некоторыми дополнительными краевыми условиями, там, условия трансферсальности на бесконечности играют роль, то тогда принцип максимума является достаточно, достаточно, достаточно слабо обгоняющим, да? Да. А, хорошо. Вот. Спасибо. Это такая наиболее часто используемая теорема на самом деле, поскольку экономисты предпочитают рассматривать задачи выпуклые, выпуклые-то задачи, и там, то есть они обычно не обсуждают там какие-то сложные нелинейности, обычно рассматривают одномерные модели. Вот я здесь не сказал вот такое, может быть, я сейчас это замечание сделаю, что вот это вот условие, когда асимптотическое ограничение состоит в том, что мы попадаем в заданную точку, это на самом деле очень сильное ограничение, потому что это исключает всевозможные циклические движения. Но это все равно, что я бы так сказал, что изучать динамические системы на плоскости, да, только такие, у которых имеются эти вот омега-предельные множества, это только положение равновесия. Вот. То есть это когда все траектории имеют пределы, куда-то сходятся. Понятно, что мы этим исключаем все эти предельные циклы, там и прочее, а в экономике циклические движения это сплошь и рядом, сплошь и рядом. Чуть более нелинейная задача, есть и модели, где оптимальные траектории являются циклическими. Есть такие модели, там предельные циклы. Разрешите еще очень такой легкомысленный вопрос. Вы дали определение, вот LB, и как-то все было построено на вот этом формализме LB. А почему для вашей цели не была бы достаточно обычной измеримость по Боррелю, по обеим переменам, так сказать, B, B? Ну, наверное, было бы достаточно. Понимаете, в чем дело? Вот иногда рассматривают действительно измеримые по Боррелю управления. Теорема существования оптимального управления доказывается в классе измеримых по Лебегу. Просто нужна полнота. А как может быть управление не Боррелюским? Очень просто. Может быть измеримым по Лебегу, но не измеримым по Боррелю. Возможно такие примеры? А это же классы разные, классы функций, разные сигма-алгебры. Это, конечно, разные сигма-алгебры, но там действительно возможны множества, которые не лежат в Боррелюской сигма-алгебре. Лебеговские, которые не являются Боррелюскими, это же разные сигма-алгебры. Ну да, они разные, но очень редко возникают на практике. Ну, когда вы доказываете теорему существования, вам же нужна теорема существования вообще, да, правильно? Что если вы доказываете, вы должны доказать теорему существования. Но вот теорема существования доказывается в классе Лебеговских управлений. Но обычно в таких случаях можно доказать теорему о Борелевской модификации. Ну можно, ну вот я говорю, с чем это связано. Можно как-то модифицировать такое, действительно, часто, но можно модифицировать Борелевское. Можно модифицировать, но это не я придумал, это вот такая вот, я не знаю, вот некоторые рассматривают с Борелевскими управлениями, это в Екатеринбурге. Они любят рассматривать Борелевские управления. Мне тоже кажется, что Борелевский класс более, как сказать, интуитивный, что ли. Ну не знаю, не знаю. Как продолжение этого вопроса, можно так поставить, сказать, почему по Борелеву или по Лебегову? Казалось бы, с практической протяжения. Практически это практически то же самое, да. Иногда рассматривают кусочные непрерывные просто управления. Это часто тоже предположение делается. Но общие теоремы обычно доказываются в том классе, стараются во всяком случае доказать в том классе, в котором доказывается теорема существования. А таких общих теорем о существовании Борелевской модификации их нет? Нет, я не знаю. Спасибо большое. Так, ну что, есть еще высказываемые вопросы. Была оживленная дискуссия, очень интересный доклад. Давайте еще раз поблагодарим докладчика Сергея Миронцева. Спасибо за внимание.